11 лет назад Козер Слаутерн последний раз встречался с Шальки. Та игра, вернее та сессия игр закончилась для Козер Слаутерна неудачно. Команда вылетала и Шальки, тогда имевший россыпь таких маститых игроков, мастовитых даже где в каком-то плане мастодонтов, проехался как по немецкому автобану. Кто не помнит, на тот момент у Шальки были следующие игроки. Ян Клаас Хунтелар, Рауль Гонсалес Бланка, Матип и Тима Хильдербранд. Естественно, та игра стала легкой прогулкой для набирающего в тот момент оборота Шальки. И вот спустя 11 лет данные команды встречаются. Первые игры показали то, что Козер Слаутерн так и не решил проблемы прошлого года, когда реализация осталась на уровне каких-то любительских лиг, а желания хоть отбавляет. Шальки хоть и проиграл Гамбургу вместе с Терродой и Караманом 5-3, но показал весьма свои высокие намерения на повышение в классе. Вот по таким реалиям, что мы видим, данная игра субботы оставляет много вопросов, чем ответов на них. Сможет ли Шальки так же легко, как 11 лет назад, сыграть с Козер Слаутерн? Сказать сложно. Когда Козер Слаутерн дрогнет, тоже сказать сложно. Но матч на Ауфшаке или на старом, или как по-старому на Фелтинс-арене будет весьма интересным и любопытным. Данный матч будут транслировать некоторые бухмейкерские конторы. Кому интересно, обратите внимание на трансляцию в офшорных конторах. Там будет много чего интересного. А на этом все, друзья. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok